Денис – пулемётчик стрелкового батальона 5-й слобожанской бригады Национальной гвардии Украины. Его боевой путь начался 24 февраля 2022 года, когда пришёл добровольцем в военкомат. Парня приняли, несмотря на то, что на тот момент ему едва исполнилось 18. Признаётся, Харьков – не его родной город. Он родом из Алчевска, который с 2014 года находится под временным контролем россиян. И когда приехал поступать в университет имени Каразина в 2021 году, понял, что российская пропаганда всё врёт, а оккупанты забрали у него 10 лет жизни. Когда приехал с временно оккупированных территорий, именно увидел всё то, как оно есть на самом деле. Я увидел, что нет здесь того, о чём мне всё время говорили. Просто родных у меня здесь не было. Единственные, с кем я общался, это те, кто не любят Украину, к сожалению. Мои родные, мои близкие, мои друзья. Если в моём городе Алчевске всё 8 лет гнило, всё просто умирало, то когда я приехал сюда, особенно в Харьков, у меня горели глаза. Я увидел, что у меня есть будущее, у меня появились планы. Я и того точно не хочу терять. Вместе с Денисом в Харьков переехала его девушка. Здесь они оба стали студентами. С удовольствием начали вспоминать родной язык и общаться на нём. Парень говорит, знание украинского ему очень помогло, когда он попал на фронт. Волчевский, украинский язык не преподавали с 14-го года. Но благодаря «Спанч Бобу» и другим мультикам, которые я смотрел в детстве, я очень хорошо его запомнил. И как-то, честно вам скажу, никогда не забывал украинский язык. Не разговаривал на нём совсем, но забывать не забывал. И когда приехал в Харьков, и когда началась полномасштабная война, особенно с местными, при штурме каких-то поселений, освобождении городов, общался только на украинском языке. Потому что люди не понимали, кто пришёл. Денис стал пулемётчиком в группе, где вместе с ним было ещё 10 человек. Гвардейцы в первые дни войны отстояли Харьков, приняв бой на окружной дороге. Затем были Балаклея и Изюм во время освобождения области от российских оккупантов. Дальше перекинули под Кременную в Серебрянский лес, где во время штурма позиций противника Денис получил ранение. Как только мы начали выходить из окопа, к сожалению, прилетел снаряд 152-й под дерево, где мы сосредоточились, и я получил ранение. Ранение я получил не тяжёлое, как я считаю. Это обычная контузия, закрытая черепно-мозговая травма. И единственное осложнение, которое появилось, это частичная потеря зрения правого глаза. Поэтому я нахожусь теперь здесь и не вернулся к своим ребятам. Потому что сами ребята сказали, зачем ты нам нужен, если ты правым глазом не можешь даже прицелиться. После лечения Денис прошёл военную медкомиссию и был признан ограниченно пригодным. Его коммуникабельность и организаторские способности очень пригодились в медпункте военной части, где он служит уже больше года. Он находит общий язык с побратимами гораздо быстрее, чем штатные медики. Признаются в части. Ветсотки на 30. Процентов 30 моей бумажной работы он взял на себя. Сначала было сложно и объясняли, и разбирались. Но сейчас он уже хорошо разбирается, даже указывает мне на мои просчёты. С побратимами ему легче общаться, потому что они находятся на одной волне. Как бы там ни было, то, что они прошли, сказывается. Пока медики не дают прогнозов насчёт полноценного возвращения зрения. Поэтому мечта Дениса – вернуться в строй и отвоёвывать Украину у оккупантов – откладывается. Но молодой человек уверен – Алчевск ждёт ВСУ и будет освобождён, как и весь Донбасс. Пусть жизнь там в последние годы была тяжёлой, но это мой родной город. Как ни крути, это Украина. Там мой дом. Там есть мои друзья, которые очень любят Украину и её поддерживают. Хотя мы с ними и не общаемся, но они есть. Там есть люди, которые нас ждут. И как минимум в 2014 году туда никто не звал Россию. Я не желаю, чтобы Россия там оставалась. Это мой дом, и я точно имею право там находиться. Поэтому россияна туда надо выгонять. Недавно Денис сделал предложение своей девушке, и они планируют пожениться. По словам 20-летнего гвардейца, отмечать события будут и в Харькове, и в Алчевске. В кругу самых близких сразу же после победы Украины. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой из Харькова для телеканала Freedom.